Пожалуй, самый ожидаемый в России закон приняла в третьем чтении Госдума документ об ответственном обращении с животными, обсуждался 8 лет. Правился и редактировался не только депутатами и чиновниками, но и общественниками. Два года назад он прошел первое чтение. Никто уже и не ожидал, что на последней предновогодней сессии депутаты вернутся к этому вопросу, но чудеса случаются. Отмечу, что все это время ТСН и моя коллега Лариса Соловьева следили за развитием событий. Сотни встреч, еще больше поправок, согласования с нереальным количеством ведомств и действительных годы ожидания. Закон об ответственном обращении с животными, уникальный во всех смыслах. Впервые в России на федеральном уровне закрепляются права животных и обязанности человека. Теперь четвероногие на законодательном уровне признаются существами, способными испытывать эмоции. Эта фраза может в корне поменять положение домашних питомцев в России. Это один из немногих законов, которые лоббировали простые граждане. И вот как встречали одного из инициаторов этого законопроекта. Ура! Ура! Спасибо! Спасибо вам! Согласитесь, такое бывает нечасто. Ведь все время, пока закон лежал под сукном в Госдуме, сторонники проекта бились за его принятие, а у здания Госдумы дежурили зоозащитники. Эти слова с плакатов «Закон нужен сейчас» разлетелись по всей стране. Как никогда близко к исполнению мечты зоозащитники оказались в 2017-м. Тогда Госдума рассмотрела закон в первом чтении, но депутаты снова его отложили. И тогда по стране прокатились акции в поддержку проекта. Это тюменские общественники год назад, а это уже сентябрь 2018-го. Всероссийская акция «Рог в поддержку животных». Все для того, чтобы привлечь внимание к закону и к проблемам, которые он мог бы решить. Необходимость в законе назрела давно. Тысячи ужасающих историй только в последние несколько лет получили огласку. Это и конфликты с разведенцами, претендующими на звание заводчиков. Квартиру сотни шпицов в Тюмень забудет еще не скоро. Это и невероятный случай нечеловеческой жестокости. Марта, которую зарубили топором. Линда, в которую забивали гвозди. Все это были преступления небольшой тяжести. Но теперь ситуация может измениться. Этот закон только первый шаг. Это просто основные принципы, благодаря которым можно двигаться дальше. Еще много-много чего нужно делать. Нет, он, к сожалению, вот эти статьи Уголовного кодекса пока тоже не меняет. Мы первый шаг сделаем. Да, да, мы, конечно, этому рады. Жестокость и ее пропаганда теперь законодательно запрещены. Запрещено убийство животных. Запрещено выкидывать животных на улицу. Теперь нельзя содержать в домашних условиях диких зверей. Контактные зоопарки под запретом дельфинариям и циркам. Придется получать лицензии. Водится правило выгола и содержания домашних животных. Контроль за исполнением закона будет вести как государственные органы власти, так и общественность. Закон, ну, реально получился хороший. За это всем спасибо, потому что мы его как раз писали вместе с зоозащитным сообществом. Это плод совместного творчества и совместных усилий. В течение 180 дней правительству еще предстоит принять 13 подзаконных актов. Работы впереди еще много. Но такого подарка зоозащитники не ожидали. И этот закон уже назвали отличным завершением года собаки. Лариса Соловьева, Александр Изосимов. Семенское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова